Всем привет! Не могу не удержаться, чтобы не похвастаться своей новой куколкой шарнирной Мали от Паула Рына. Куколка эта очень-очень классная. Я ее ждала целый месяц. Волосики у нее в принципе такие же, как у всех паолочек. Не длинные. Прядка. Единственное, идет через лобик. И ее, наверное, придется как-нибудь фиксировать при фотографировании, чтобы она особо в глаза не лезла. Глазки у нее темные. Если даже не сказать черные, но такие, знаете, темно-темно-темно-коричневые, я бы, наверное, сказала. Конопушечки. Такая миленькая, чудесная азиаточка. В комплекте к ней, как и к любой куколке Паула Рейна, в аутфите расчесочка. Очень удобная. Будем пользоваться. Хочу еще поподробнее показать, во что она одета. Это толстовочка, брючки и ботиночки на шнурочках. Сейчас все снимем и посмотрим. Ботиночки на ножке сидят свободно. Можно будет одевать с носочками или колготочками. С шнурочками. Это не просто ленточки или не просто там какие-то шнурочки, которые развязываются. Это такие бархатистые ленты, которые очень так плотно завязываются и развязываться не должны. Толстовка. Сшита из такой трикотажной ткани. Мягкая, приятная. Завязочки такие же, как и на ботиночках. Классная особенность сзади есть капюшон с разрезом. И если одевать его на голову куколки, то как раз волосы через него спокойно достаются и образ получается действительно красивым. На ручке у куколки бирочки. Ну, как у всех, в принципе, куколок Паула Рейна оригинальных. Сейчас посмотрим клеймо. Прошивка вот, кстати, можете посмотреть. Прошивка у них у всех хорошая. Кукляху я раздела. Хочу поподробнее показать одежду. Брючки сшиты из тоненькой такой нежной ткани. Швы. В принципе, сносно, как всегда у Паула Рейна. Но единственное, что меня смутило, это вот это вот махры. Непонятно что. Это мне кажется немножечко неприемлемым, учитывая стоимость куколки. Ну, ладно. Тем не менее, так. Как есть уж. Толстовочка. Сзади липучка. Надевается она удобно, в принципе, вполне. Швы тоже, если вот вывернуть. Не совсем. Ну, не совсем, в общем. Супер-пупер. Ну, ладно. Брала все-таки я куколку именно из-за того, что у меня будет куколка, а не одежда. Смотрите, что по поводу тельца. Тельца – это новая разработка фабрики Паула Рейна. Тельца – это новинка этого года, 2021. Ну, вы наверняка уже видели шарнирных паулок, но это там корейские тела. Это же вот у меня оригинал. Шарнирчики. Ручки гнутся. С ножками то же самое. Можно поворачивать там, как угодно. В принципе, если у вас уже были шарнирные куколки, вам все будет привычно. Тельца поворачивается здесь. Голова тоже, она поворачивается, но не наклоняется в разные стороны. Сейчас примерим на нее одежду, которую я связала, пока она была в пути. И посмотрим, насколько она хорошо будет на ней сидеть, потому что примеряла я ее на других паулочек. И если все будет хорошо, если она хорошо села, значит, в принципе, тельца точно такой же, и никаких подгонов одежды делать не надо будет при вязании. Итак, та же Мали уже в платьишке. Мне очень нравится. Села она хорошо. Так что могу сделать вывод, что если будете вязать по описанию для других паулочек, то все подойдет. Вот такая вот моя куколка. Я очень довольна своим подарком. Спасибо большое всем. Пишите в комментариях, как вам куколка. Может быть, у вас уже есть шарнирная куколка от Паула Рейна, или, может быть, вы о ней мечтаете. Делитесь своими впечатлениями, показывайте свои вязаные работы для куколок. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Впереди много нового и интересного. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok